Работа кипела, пчелы гудели, сыновья усердно помогали отцу. Владимир ловко доставал рамки, налитые медом, сметал пчела обратно в улей и передавал Ивану, который отправлял их в рамконоску. Тот же Иван держал дымарь, а Илья уносил очередную заполненную рамконоску в дачный домик. Там он ее разгружал и приносил назад для новых рамок с медом. Так Владимир с сыновьями успел за короткое время обработать пятнадцать пчелосемей, всю небольшую пасеку, стоявшую на их даче. «Славный медосбор Господь нам послал», – довольно протянул Владимир, закрывая улик. Он еще раз покрутил в руках последнюю рамку с медом, полюбовался, как она отливает золотом в лучах полуденного солнца, и, не скрывая моей долей удовольствия, ощутил ее тяжесть. «И медосбор, и погодка, и все в нужное время». Погода действительно выдалась удачной, ко времени откачки меда. Владимира целую неделю не было дома, и через несколько дней ему опять нужно было уехать, чтобы провести подготовку к детскому лагерю. Поэтому свободное окно он использовал для срочных работ на своей небольшой дачной пасеке. «Ваня, Илюша, возьмите ключи от гаража и несите сюда медогонку, а я пока начну рамки вскрывать». Близнецы, которым было по четырнадцать лет, помчались выполнять поручения. Владимир подошел к двери домика и, прежде чем зайти, еще раз посмотрел на пасеку. Пятнадцать ульев стояли в тени палисадника, а пчелы клубились возле летков, еще не до конца поняв, что остались без меда и что им вновь придется усердно работать, когда зацветет шалфей и донник. Владимир довольно потянулся и расправил затекшие плечи с поясницей. Все шло по плану, и он предвкушал, как будет вечером, возвращаться домой с полными баками меда. Пустые рамки он уже сегодня успеет вернуть пчелам и добавит вощину. Матки молодые, поэтому роение не грозило. Теперь можно было спокойно ехать по служению, а пчелки пусть продолжают трудиться. «Папа, тут дело такое». Мысли Владимира были прерваны Ильей, который стоял рядом. Было видно, что он хочет что-то сказать, но не знает как. «Давай зайдем в дом, только быстрее, пока пчелы не залетели». Владимир зашел в дом и быстро прикрыл за собой дверь. Илья успел заскочить и все так же растерянно смотрел то на отца, то на деревянный пол, то на приготовленные к откачке рамки. «Что молчишь? Где медогонка? Я вас зачем послал?» «Пап, ее там нет». «Как нет? Ты смотрел внимательно?» «Пап, мы забыли сказать, только сейчас вспомнили. Ее дядя Вася на прошлой неделе забрал, когда тебя не было». Все благодушие, которое Владимир получил от проделанной работы, от удачно исполняющихся планов, сорвало в один миг. Он растерянно обвел взглядом комнату. Через окно увидел улики в палисаднике, которые нужно вернуть пустые рамки. И как-то быстро эта растерянность начала превращаться в кипящий котел, в котором забурлил ропот, негодование, гнев. Владимир не стал переспрашивать, как случилось, что в самый нужный момент медогонка оказалась у Васи, брата жены. «Подобное происходило часто, можно сказать, постоянно». Вот только привыкнуть к этому Владимир никак не мог. Он достал телефон и, напоминая себе, что нужно быть спокойным и исключительным усилием, нажал на вызов под контактом Васек. После долгих безответных гудков из телефона вдруг возмутительно весело раздалось. «Вова, привет! Ты приехал уже?» «Привет, привет! Представь себе, приехал! Мед качаю! Столько его, что не знаю, куда деть!» Ответом была многозначительная пауза. «Вася, а моя медогонка где? Не подскажешь?» Владимир старался говорить спокойно, но чувствовал, получается плохо. Ему так и хотелось уколоть родственника, пусть только словесно. Дать почувствовать сложность ситуации, в которую Владимир попал при его содействии. «Вов, мне жаль очень, но она мне нужна. Я завтра мед качать буду», – раздалось жалобное бормотание. Тут Владимир держаться уже не мог. Как ему были знакомы подобные ответы? И как они его возмущали? «Слушай, Вася!» Владимир крепко сжал телефон, будто держал руку Василия, а тот пытался вырваться. «Ты медогонку взял неделю назад. Целую неделю ты держишь ее у себя. Неделю. А мед качать надумал только завтра. «Вася, она нужна мне сегодня. Сейчас, понимаешь? Сейчас! Мне уехать скоро нужно будет. Куда я мед буду качать?» «Вов!» – голос Василия звучал с нотками обиды. Обиды ребенка, который стащил чужую игрушку и дулся от того, что хозяин требовал ее назад. «Вов, ты не понимаешь. Погода скоро испортится. А у меня сто семей неоткачанных стоит. Мне нужна медогонка. Вот именно!» Владимир уже не мог держать себя в руках. Он решил высказать все, что накопилось. «Вот именно! У тебя сто семей, а у меня только пятнадцать, и ты пять лет подряд пользуешься моей медогонкой. Объясни, как это понять. Ты колбасу с конфетами ешь, машины каждый год меняешь, а медогонку купить себе не хочешь. Почему не ты под меня, а я должен под тебя подстраиваться и выпрашивать у тебя свою медогонку?» Телефон неожиданно и противно запищал чередой гудков. Связь оборвалась, и Владимир устало опустился на табурет. Но тут прозвучал сигнал «Вайбер», и на экране загорелось сообщение от контакта «Васек». «Вов, прости, я в горах, связь плохая». Владимир беспомощно осмотрел комнату. Рамки с медом по-прежнему просились на откачку и обратно в улики. Илья с подошедшим Иваном стояли и вопросительно смотрели на него. «Пап, что делать будем?» Владимир опустил голову и задумался. «Откачать мед сегодня точно не получится. Медогонка в горах более чем за сто километров. Можно поехать сегодня и забрать. Или попросить у кого-то. Или забрать все-таки свою. А Василий пусть едет и покупает себе новую. Деньги точно у него есть. А если нет, пусть ищет. Хватит на чужой шее сидеть». Подняв голову, Владимир обратился к сыновьям. «В гараже рамки с сушью и вощиной. Несите сюда. Сейчас кинем их в улики, чтобы пусто не было. А когда откачаем эти, на осушку поставим в дополнительных корпусах». И вновь опустив голову, тихо добавил. «Когда откачаем?» Работа возобновилась, но уже без прежнего энтузиазма. Настроение было испорчено окончательно, и каждый укус пчелы напоминал Владимиру о родственнике. Хотя домой вернулись раньше запланированного, Владимир чувствовал себя разбитым. Ему пришлось успокаивать не только себя, но и сыновей, которые не на шутку разошлись, возмущаясь поведением дяди. В дороге это ему удавалось, но по приезде домой шквал критики опять снес все заборы. Как только Владимир появился на пороге, 15-летняя Вика подбежала и начала жаловаться. «Папа, представляешь, мы с Веней ходили сегодня к Жомовым. Мама сделала для них брынзу, угостить хотела, и мы носили. Так Колька с Юлей налетели на нас. Говорят, ваш папа жадный, медогонку ему жалко. Наш папа взял медогонку, а вашему жалко. Им дядя Вася с пасеки позвонил и что-то наговорил». Рассказывая это, Вика едва не плакала, а семилетний Веня стоял рядом и корчил гримасы, пытаясь повторить выражение лиц Кольки и Юли. Он то морщился, то качал головой, как бы гарантируя правдивость каждого слова сестры. За спиной дочери Владимир увидел жену. Вид у нее был измученный. Она попробовала улыбнуться. «Пошли кушать. Голодный ведь, уставший. Меда-то сколько накачал». «Вера, не шути», вздохнул Владимир и пошел мыть руки. За столом поначалу было тихо. Владимир строго запретил всякие разговоры по поводу случившегося. Но недовольные реплики все равно порою выскакивали то у Вани с Ильей, то у Вики, то у самого Владимира. Радости это не приносило. Горький осадок от случившегося становился плотнее и тяжелее от воспоминаний того, как дядя Вася постоянно брал у них различный инструмент в самые неподходящие моменты. Отдавать же, как правило, не хотел. А когда приходилось забирать, еще и обижался и упрекал в нехристианском отношении. Эти истории прилетали от детей то с одной, то с другой стороны стола. А сам Владимир вспоминал, как Василий после подобных случаев начинал в воскресенье проповедовать о любви, внимании и помощи ближнему. «Что будешь делать?» – после ужина спросила Вера, когда дети ушли из кухни. Казалось, она чувствовала за собой часть вины, ведь Василий был ее младшим братом. «Поеду за медогонкой, выхода нет. Я обзвонил всех, кого мог, но свободный не нашел. Сезон в разгаре. Поеду попрошу прощения за то, что по телефону нагрубил, и за то, что больше он ее не получит. Сколько можно терпеть? Он привык к такому потребительскому отношению, а это неправильно. Пусть учится. Мужику под сорок уже, а ведет себя, как разбалованный, обиженный ребенок». Вера немного помолчала, потом глубоко вздохнула и ответила «Тогда поедем вместе». Дорогой на пасеку Владимир смог успокоиться, а когда они подъезжали, остановил машину и с Верой еще раз помолился, чтобы встреча прошла мирно и тихо. Получилось не совсем мирно, но абсолютно тихо. Василий молча, не говоря ни слова, показал настоящую прицепами догонку и, повернувшись, ушел к своей машине. Всем видом он показывал, что сыт по горло братской помощью, огорчен жадностью родственника и не хочет с ним говорить. На его лице было написано «Последний раз я к тебе обращался за помощью. Больше ты никакой просьбы от меня не услышишь, так и знай». Владимир, прочитав этот посыл, вздохнул с некоторой долей облегчения. Ваня и Илья, которые, как обычно, были с ним, погрузили медогонку в машину. «Битву ты выиграл, а войну проиграл», – сказал он самому себе, уезжая с пасеки и унося тяжесть неразрешенных вопросов. Ночь бросала тусклый звездный отблеск на горные очертания, оставшиеся в стороне. Асфальт блестел в свете фар, привлекая множество мотыльков, которые, налетая, разбивались о лобовое стекло. Владимир чувствовал, как усталость прошедшего дня овладела им. В этот же момент под капотом что-то запищало, щелкнуло, и на приборной панели загорелся индикатор зарядки. Спать перехотелось сразу. Владимир свернул на обочину и остановился. Включив аварийку, он вышел из машины посмотреть, что же произошло. «Сломались?» – спросила с тревогой в голосе Вера, когда Владимир закрыл капот, сел обратно в машину. «Ремень генератора лопнул», – говорил Владимир слегка приторможенно, вяло и апатично. Пробуя осмыслить случившееся, он чувствовал, как им овладевает полное бессилие. «Так ты же покупал недавно ремень генератора. Хотел поменять. Или то был другой ремень?» «Нет, то был ремень генератора». И вновь ответ приходилось выдавливать. «Новый порвался?» «Нет, старый». Владимир безразличным взглядом уставился в горную ночную даль. Вера, немного выждав, снова спросила, «А почему ты его не поменял?» «Угадай с трех попыток», – установилась пауза. Вера, очевидно, не решилась участвовать в игре, скорее всего, боясь оказаться победительницей. Тут на помощь пришел Илья. Просунув голову между сидениями, он обиженно протянул. «Дядя Вася забрал ремень на следующий день, как папа его купил. Дядя Вася был на СТО, и ему срочно нужно было поменять себе ремень. Не себе, а машине», – автоматически поправил сына Владимир. «Ну, машине. Он обещал на следующий день купить и отдать». «Обещал», – многозначительно произнес Владимир. «Но это еще не все. Я на обочине колесо пробил. Свистит, спускает. Угадай с первой попытки, где запаска?» «Вова, прекрати». «А я при чем?» «Вася на прошлой неделе попросил запаску. Ему до шиномонтажки нужно было доехать. До сих пор едет». Владимир опустил голову и закрыл глаза. Захотелось все бросить, лечь спать, а проснуться дома, оставив весь сегодняшний день во сне. Но это был не сон. Они стояли на полпути от дома ночью, и все происходящее было реальностью. Владимир достал телефон. «Вася, позвонишь?» – осторожно спросила Вера. Владимир с минуту листал список, то останавливаясь на контакте Васек, то отбрасывая его подальше. В конце концов, именно на номер Васи пошли безответные гудки. Один вызов, второй, третий. А на четвертый вежливый голос сообщил, что абонент вне зоны действия сети. «Позвони папе», – опять сказала Вера. Ничего другого не оставалось, как тревожить 65-летнего отца. Владимир набрал номер. «Пап, доброй ночи. Ты спишь?» Отец, конечно, спал. Узнав, что произошло, он по-отцовски отругал Владимира за то, что тот вовремя не поменял ремень, и за то, что ездит без запаски. Через час уже не по телефону, а лично, повторив профилактику, отец помог поменять колесо и на буксире оттащил незадачливых путешественников домой. «Папа, дядя Вася приехал! Дядя Вася приехал!» Веня кричал так радостно, будто дядя Вася привез с собой мешок конфет. Владимир вытер замасленные руки и закрыл капот машины. Прошло три дня после инцидента с медогонкой. Василий все это время не выходил на связь и не отвечал на звонки. Владимир откачал мед, поменял ремень генератора и готовил машину к поездке в лагерь. Чувствовал себя он неплохо. В конце концов, подобные случаи были часты и не становились неожиданностью. К выходкам родственника он привык и даже был готов к дальнейшему повороту событий, которые легко можно было предсказать. Он много думал над тем, как вести себя дальше, стоит ли продолжать снабжать родственника нужным инструментом, а потом с обидами возвращать назад, порой даже поломанный. Посоветовавшись с Верой, он принял решение впредь быть твердым и, если речь зайдет о медогонке, дать отказ. Василий зашел во двор, как ни в чем не бывало. Увидев Владимира, он вежливо, подружески улыбнулся, подбежал и протянул руку. «Вова, привет! Рад тебя видеть! Ты же меня знаешь, когда ты мне нужен, я всегда рядом!» Это была коронная шутка Василия. Впрочем, шуткой это звучало только в его собственных ушах, а в жизни это было обычной кислой действительностью. Василий, когда испытывал трудности, всегда был рядом, а в дни достатка и благоденствия держался обособленно, подчеркивая свою независимость и, похоже, ощущал себя очень важным человеком. Владимир поприветствовал гостя, он знал, что Василий по характеру был не злой человек. Он больше походил на балованного ребенка, которого все обидели и которому теперь должны все во искупление вины во всем помогать. Ребенок, хоть и балованный, не бывает злым, хотя и испорчен. Сердце Владимира всколыхнулось с жалостью. Вов, дело такое, начал Василий. Маша моя сегодня с аппендицитом в больницу попала. Я хотел купить медогонку, честно, но деньги на операцию нужны. Ты мед скачал? Скачал. И как? Много? Продавать почем будешь? Слава Богу, достаточно скачал. Мне хватит. Слушай, ну дай медогонку. Я скачаю и сразу отдам. В тот же день привезу. Владимир сделал глубокий вздох. Ему нужно было проявить твердость, чтобы действовать согласно принятому решению. Если бы просьба прозвучала на следующий день после поломки, твердости отказать хватило бы точно. Но теперь Владимир видел смиренно улыбающегося Василия, слышал уверение в том, что медогонка вернется сразу после откачки меда, вспоминал, как эти же слова звучали много-много раз. Владимир еще раз набрал полные легкие воздуха, чтобы ответить родственнику. И в этот момент в памяти что-то блеснуло. Ответ прозвучал легко и естественно. Ладно, возьми. Только не забудь вернуть, как обещал. Василий принялся благодарить и, взяв от дачного гаража ключи, побежал к машине. А Владимир, вспоминая, что ответ, который он сейчас так легко дал, звучит уже не в первый раз, и не в первый раз Василий обещает исправиться, пошел в дом. На пороге его встретила Вера. «Дал?» Без нотки удивления, с улыбкой на лице спросила она. «Дал. Читал сегодня утром. Просящему у тебя дай». «А ты веришь, что он вернет ее, как обещал?» Владимир отрицательно замотал головой, улыбнулся и, обняв жену, ответил. «Просящему у тебя дай». «Дай». А медагонка не стоит того, чтобы поступать вопреки написанному.